Новость номер один, состоявшегося в этот вторник пленарного заседания городского собрания депутатов. Бюджет на следующий год принят в окончательном варианте. Напомним, повлиять на формирование городской казны мог любой желающий, приняв участие в публичных слушаниях. Своё положительное заключение относительно главного финансового документа выдала и контрольно-счётная палата Магнитогорска. Бюджет будет слегка дефицитным, но сохранит социальную направленность. Репортаж Игоря Гурьянова. У магнитогорских депутатов есть традиция. Нулевой вопрос повестки, заключительного в этом году пленарного заседания, сопровождать светами. Объясним, к этому моменту уже подведены итоги ежегодного журналистского конкурса «Город и мы». Три основных номинации выделены для награждения на пленарке. Журналистом года в телевизионном сегменте городских медиа стала корреспондент ГТРК «Южный Урал» Мария Клейменко. Среди газетчиков лучшей признана Наталья Лопухова, газета «Магнитогорский рабочий». Персоной года в журналистике стал главный редактор газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов. Хочу также сказать огромное спасибо коллегам из Магнитогорского металлургического комбината, кто прекрасно понимает значимость печатного слова, с кем у нас сложились очень хорошие профессиональные дружеские отношения. Газета «Ровесник комбината», «Листописец комбината», «Города». И в этом году на странице газеты мы сделали очень большой проект, он называется «90 огненных лет». Обменявшись любезностями и подарками, приступили к повестке. Доходы городской казны на следующий год утверждены в размере 17,5 миллиардов. Планируется, что потратим больше, без малого 19 миллиардов рублей. Об этом докладывала заместитель главы города Александра Макарова. Главной задачей при формировании бюджета «Магнитогорска» на следующий финансовый год и плановый период являлось формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу собственных доходов и объему поступлений от других уровней бюджета. «С нами проведена работа по выявлению имеющихся финансовых резервов, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов и четкому определению первоочередных приоритетов финансовой политики». Что это за приоритеты, более подробно рассказал Александр Морозов. Если коротко, то социальная сфера и все, что с ней связано. Эти статьи, а значит социальные обязательства власти перед народом, остаются неприкосновенными при любых раскладах. «Все семь национальных проектов федеральных, которые работали в этом году в Магнитке, весь перечень заложен и на год следующий, никаких изменений здесь не будет. Все социальные обязательства, все льготы город выполнит. Более того, у нас бюджет вновь будет, как и прежние годы, социально ориентирован. Стабильно работающий металлургический комбинат позволяет это сделать». В контексте вышесказанного, логичными и правильными представляются решения о единовременной выплате семьям мобилизованных в размере 15 тысяч рублей. Их детям в школах будет предоставлено по решению губернатора двухразовое бесплатное питание. Кстати, и размеры льгот, и категории получателей в части питания детей в школах и детских садах в следующем году не изменятся. Кроме этого, решением депутатов региональной общественной организации «Многодетство» в ближайшее время передадут в безвозмездное пользование помещения на улице Советской армии 2. Когда все пункты повестки были исчерпаны, слово взял глава города. «Разрешите пожелать всем нам, как сказал Александр Олегович, наверное, все-таки мира. Я надеюсь, что он должен наступить в ближайшее время, и мы все для этого будем делать. Ну и с наступающим Новым годом, тем не менее, Новый год будет, и в общем-то в городе он будет отмечаться». Следующее пленарное заседание городского собрания состоится уже в следующем, 2023 году. Игорь Гурьянов, Денис Иванов, телекомпания «ТВН». Субтитры создавал DimaTorzok